Как дела, ребята? Хорошо, хорошо. Рад вас видеть. Солим, пацаны. Она вас подписывает? Метров нет. Папе, я работаю здесь. Да? Ясно. Ну, как всегда, да? Как всегда, друзья, у нас экстренное отключение. Мы находимся возле здания Генеральной прокуратуры. И мы здесь находимся не зря. Мы здесь для того, чтобы сдать жалобу в отношении правоохранительных органов по конкретному делу. Самое интересное, что все вы знаете, недавно президент Хасым Жумарт Кемель Штухаев вышел с посланием о необходимости Генеральной прокуратуре разработать комплекс мер по противодействию борьбе мошенничеству и финансовым пирамидам. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. У нас расследуются три уголовных дела. Одно по факту мошенничества поморцев Астана Транстрой. Одно расследуется по факту финансовой пирамиды в департаменте полиции города Караганды против дела возбужденного в отношении семьи Абжановых. Майор Жилеки Зет. И дело, которое расследуется здесь в столице, возбуждено оно в отношении Зинченко по кооперативу Берекали-Баспана. Год, почти год расследуется это уголовное дело и оно до сих пор не передается в суд. И мы здесь чувствуем на самом деле какое-то препятствие. И самое интересное, до записи данного ролика подозреваемые лица находились под арестом, а сегодня стало известно, что их выпустили на волю. А дело вернули якобы для организации дополнительного расследования. Вот такие вот новости вызывают справедливое возмущение пострадавших. Сейчас вот находятся позади меня пайщики и они все здесь для того, чтобы подписать жалобу и выяснить, почему так происходит у дежурного прокурора. Давайте пройдемся к ним и посмотрим на их настроение. Здравствуйте. Пусть пайщики Берекали-Баспана? Да. Все возмущены ходом расследования уголовного дела? Да, так и есть. Получается. А кто приехал издалека? У нас на разы. Вы с Тараза приехали? Серьезно? Да. Когда приехали? Сегодня утром. На поезде к Славдагогов-Шаталку. Да, понятно. Мы вот сейчас здесь все собрались, для того, чтобы я сейчас вас ознакомлю с жалобой, которую я подготовил. В общем, уважаемые пайщики, вот такую жалобу я подготовил на имя Генерального прокурора Республики Казахстан. Здесь я действую в интересах потерпевших. И вкратце сейчас зачитаю, что в УП района Сарарка, департамента полиции города Нурфутан, с заявлением обратились пайщики жилищного кооператива Берекали-Баспана о том, что председатель указанного кооператива Зинченко Галина Викторовна путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом приобретения квартир завладела денежными средствами пайщиков. Данный факт был зарегистрирован 15 января 2021 года. Ход расследования уголовного дела в настоящее время близится к 12 месяцам. Это указывает на балакиту досудебного расследования, а также несостоятельность правоохранительных органов. В рамках расследования уголовного дела получено заключение государственной экспертизы, которая подтверждает необоснованное получение Зинченко суммы денег в размере 837 миллионов тенге. В результате преступных действий потерпевший причинен материальный вред в особо крупном размере. Однако до настоящего времени дело под разными предлогами не доходит до суда, что дает основания полагать об умышленном уводе подозреваемой Зинченко от уголовной ответственности. Президент страны Тухаев, выступая с ежегодным посланием, дал поручение Генеральной прокуратуре разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. Вместо этого Зинченко в настоящее время отпустили на свободу, а дело вернули в полицию якобы для организации дополнительного расследования. Таким образом, на практике четко наблюдается, что правоохранительные органы вступили в сговоры между собой и совершают действия, подрывающие и дискредитирующие поручения главы государства. Один из местных дел находится в следственном управлении департамента полиции города Нурсултан. Потерпевшие по делу стали ждать суд над Зинченко. В этой связи возникает справедливое возмущение всех потерпевших, которые сейчас стали очагом социальной напряженности. В этой связи возникает необходимость, чтобы для доведения этих обстоятельств до сведения Генерального прокурора Республики Казахстан, для принятия исчерпывающих мер в целях передачи дела в суд и защиты прав потерпевших. У нас есть все основания полагать, что прокуроры на местах сосредоточивших в своих руках контроль до судебного расследования лишат свое собственное правосудие и решают, кого привлекать, а кого увезти из сферы уголовного преследования. В ранее зарегистрированной жалобе 22 ноября 2021 года уже ставился этот вопрос. Поэтому мы здесь находимся после того, как прошли инстанцию районной прокуратуры и сейчас указываем на бездействие районных прокуроров. Учитывая, что в настоящее время, вопреки указаниям президента страны, лоббируются интересы мошенников и организаторов финансовых пирамид, а полиция с прокуратурой не принимает реальных мер реагирования, мы просим 1. Принять меры прокурорского реагирования для защиты прав потерпевших по делу. 2. Оказать содействие в целях срочного окончания предварительного следствия и направления дела в суд в порядке ст. 305 для рассмотрения его по существу. Вот такая жалоба. Всем же все понятно? Есть у кого что добавить? Согласны. Если вы согласны, то предлагаю данную жалобу сейчас нам всем подписать и организованно сдать в руки дежурного прокурора, которого мы сейчас вызовем сюда. Хорошо? Хорошо? Звоним дежурному прокурору, кто не поднимает телефон. Может быть, они уже в курсе, что мы здесь находимся. И сейчас вот ищут человека, который способен сейчас объяснить ситуацию с этим делом. А мы можем, да, все вместе пройти? Или надо телефоны оставлять? Телефоны оставлять, а ошибки у вас. А ошибки есть. А можно, да, вот с собой взять? Нет, это нельзя. Нельзя? Ну, просто для четкого соблюдения, для неукоснительного... Оставьте вот ячейки все. Я вам в этом обчасти ответить не могу. Ну, в общем, друзья, констатирую факты. Зарегистрировали вот такое вот обращение в Генеральную прокуратуру. Только что провели небольшое такое собрание, прием, в котором присутствовали представители из Генеральной прокуратуры. Был прокурор района Сараарка, обозначили сроки. Но, по крайней мере, считаю необходимым довести данную информацию до сведений Генерального прокурора. И считаю, что эта именно ситуация, она заслуживает вашего внимания. Почему? Потому что глава государства ставит четкие задачи бороться с мошенниками, бороться с организаторами финансовых пирамид. Но на деле мы видим совсем иную картину. Все эти пострадавшие люди ищут справедливость и обивают пороги сейчас Генеральную прокуратуру. Одна проблема вас объединяет. А вот вы сейчас в прокуратуру пришли. С чем пришли? Мы в прокуратуру пришли с чем? С того, что после прокуратуры передано до следственного дела, дело было передано в прокуратуру, Генпрокуратуру. Оттуда дело вернули в Сараркинский РОВД. За изменением, как говорится, хотят изменить ей статью. С этой проблемой, с этим таким делом ее вернули на домашний арест. Но человек имеет дважды судимость, еще крупного размера мошенница, крупного размера, и как она может в таких условиях выйти на домашний арест. Вот это вот с таким вопросом мы пришли повторно в прокуратуру. Что пообещали вам в прокуратуре? Что пообещали? Пообещали, что будет возглавлять все. Ну, верите вы прокурорам? Ну, на словах верим, а там как... У нас другого выхода нету. У нас другого выхода нету, но они такого доказательства, такого весомого доказательства нам не сказали. Ну, мы будем надеяться, что, дай Бог, все решится. Дай Бог, что его посадят обратно, откуда она и вышла. И главное, чтобы вам всем восстановили ваш материальный вред. Материальный ущерб, да. Надеемся, что люди, которые пополномочены принимать смелые решения, в этом разберутся. Надолго не прощаемся, следите за этой ситуацией. Это был канал Диктатура Закона. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok